Его поисками занимались как полиция Эмиратов, так и израильская разведка. В Объединенных Арабских Эмиратах найдено тело пропавшего в четверг Равина Цвикогана. По мнению полиции, он стал жертвой убийства. У Когана были гражданства Израиля, Молдовы. Равин Цвикоган с 2020 года жил в Объединенных Арабских Эмиратах и представлял там ортодоксальное иудейское религиозное движение «Хаббат Любавич». Он исчез 21 ноября. Его поисками занимались как полиция Эмиратов, так и израильская разведка. Они рассматривали версию похищения. В качестве возможных заказчиков указывались спецслужбы Ирана. Ранее автомобиль Когана был найден на шоссе в 150 километрах от Абудаби. В причастности к исчезновению Равина спецслужбы подозревают трех граждан Узбекистана, которые в тот же день вылетели из Объединенных Арабских Эмиратов в Турцию. Офис премьер-министра Израиля и Израильское министерство иностранных дел выступили с совместным заявлением, в котором назвали гибель Когана чудовищным антисемитским террористическим актом. Они пообещали, что Израиль задействует все возможные средства, чтобы привлечь виновных к ответственности, где бы они ни были. Национальное агентство безопасности Израиля рекомендовало гражданам страны временно воздержаться от поездок в Объединенные Арабские Эмираты. Ну что же, друзья, здесь все дело шито белыми нитками. Все так быстро нашли три гражданина Узбекистана, а на кого же еще свалить? Потому что если какая-то другая страна, то да, могут ведь быть последствия. Зачем же с другими странами развивать агрессивные отношения, обвиняя их в том, чего они не делали? А вот исчезновение и потом гибель Равина, это как нельзя лучше на руку самим израильским службам. Потому что они тут же сразу обвинили Иран, где Иран заинтересованное лицо. С какой стати? С какой стати Иран заинтересованное лицо? Только для того, чтобы развивать дальше военные действия. Только для этого. А здесь вступает в силу та самая жертвенность, когда отец приносит в жертву сына. Это библейский сюжет, который постоянно находится, скажем, в пределах политики Израиля. Обязательно своего гражданина необходимо принести в жертву, чтобы потом иметь права кричать на весь мир и воевать со всеми, с кем нужно воевать, с кем необходимо по планам Израиля воевать. Служба в Цахале. Это Равин. Паспорт Молдовы. Посылание Хаббата. Работает в ОАЭ с 20-го года. Его разыскивает израильская разведка. Он гражданин Израиля и Молдовы. Друзья, все это по совместительству. Он и там, и там, и там. Ясно только одно, что Равинат ему необходим был для прикрытия, для службы на разведку, разведку Израиля. То есть он является агентом МОСАДА под прикрытием службы в Равинате Израиля. И здесь, конечно, друзья, кого принести в жертву только своих. И вот такой чудовищный акт антисемитизма, как говорят об этом сейчас, где он акт антисемитизма? Когда это какие-то граждане Узбекистана, которые тут же вылетели в Турцию. Вы понимаете? То есть сама разведка израильская делает сама себе алиби. То есть они заметают солиды. Возможно, они, конечно, кого-то найдут, кого они уже наметили для того, чтобы потом расправиться. Вы помните, в Москве были всякие подрывы разных торговых центров. И уши отрезались, что только не делали. И всегда находились те, кто на самом деле не был виноват. Но они по малости своей, потому что они ничего не представляли ни для одной страны. Поэтому их, конечно, могли взять как террористов и уже сажать их по полной, избивать. В общем, это уже не жильцы. Те, которых обвиняют в том, чего они не совершали. Итак, Равин найден мертвым, который ранее чистился без вести пропавшим. И вот израильская разведка совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами ведет расследование. И они снова говорят о том, что за Коганом могла следить иранская разведка, а подозреваемые в убийстве сбежали в Турции. Вот все эти данные, они, конечно, смехотворны. Потому что они говорят о том, что это просто грубая работа самих же израильтян. Для того, чтобы сейчас развить какую-то деятельность. Здесь необходимо учитывать такой фактор, что Объединенные Арабские Эмираты – это полностью руководимая Израилем страна. То есть Израиль и Объединенные Арабские Эмираты дружат. Наверху, среди тех, кто управляет сегодня шейхов, Арабскими Эмиратами в основном все стоят евреи арабского происхождения. То есть это семьи, да, это высокопоставленные семьи, но они все имеют еврейские корни. Поэтому они и стоят, поэтому у них и идет большое сотрудничество. Поэтому, возможно, эта страна выбрана как, скажем, безответная. То есть там не будет проблем, если в этой стране убьют раввина. Потому что в любой другой стране может начаться антисемитское движение, если где-то убьют раввина. А здесь все под контролем. Все под контролем шейхов. У шейхов особенно не забалуешь. Они всю страну держат в ежовых рукавицах. Тем более, друзья, Объединенные Арабские Эмираты. Нет, нет, здесь все, что происходит, все находится под большим контролем шейхов. И если уже они договорились вместе с израильской разведкой провести операцию по новой дискредитации Ирана, то Израиль здесь только в выигрышной позиции. Еще раз напоминаю, по библейским канонам необходимо отцу принести в жертву своего сына, чтобы весь народ далее жил хорошо. Таким образом, Равин Цвикоган, молдавский гражданин, был принесен, ну и израильский тоже впоследствии, был принесен в жертву для того, чтобы Израиль мог дальше развивать свои военные события, военную агрессию в отношении Ирана. И здесь Израиль сам себя в глазах собственных граждан будет оправдывать. А собственные граждане – это частично граждане Советского Союза. А раз это частично граждане Советского Союза, то и логическая цепочка мышления у них такова, как и у всех совковых людей. То есть они будут также верить своему правительству о том, что кто-то посмел в Объединенных Арабских Эмиратах убить Цви Когана. То есть Равина, ну представьте, Равина не просто солдата, он же в принципе солдат, да, но он Равин в настоящее время. У него прикрытие. Но ведь, друзья, у российских, хотелось сказать, Равинов, у российских попов ведь тоже погоны под рясой. Все то же самое. У каждого попа погон под рясой. Особенно высокопоставленных попов. Вот чем выше поп. Ну проверьте всех митрополитов. Он не может стать митрополитом, если он не сотрудник КГБ. Сегодня у нас с вами 24 ноября 2024 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин